Здравствуйте! Сегодня мы попытаемся с вами размножить вот такую вот бромелию ананас. Но здесь у меня декоративный ананас. Он уже у нас не то чтобы отцвел, уже созрел и высох. Его никто не съел из нас. К сожалению, не попробовали, забыли совершенно. И попробуем сейчас его размножить. Возможно, что я уже немного опоздала, так как вы видите, что весь мой ананас высох. Но попытка не пытка, попробуем. Итак, кто-то говорит, что нужно срезать вот эту вот часть. Кто-то говорит, что ее можно просто выкрутить вот таким вот образом. Но я попробую выкрутить. Теперь нам надо почистить вот эту вот нижнюю часть. Я его все-таки выковырчила. А второй обычный ананас я сделаю со срезом. Ну, теперь мне нужно вот здесь вот зачистить нижнюю часть листиков. Сейчас я это сделаю. Кстати, пахнет он великолепно, как настоящий ананас. И вот здесь вот, если видно, попробую увеличить. Есть зачатки корней, видите? Сейчас я почищу еще немножко. Вот здесь есть сухие листики. И займемся посадкой. Итак, я думаю, что этого достаточно. Здесь вот обнажили зачатки корней. Я сняла все сухие листья. И мы поставим его в стаканчик с водой. Нет, стаканчик слишком большой. Я возьму сейчас что-нибудь поменьше. Итак, я зачистила. Поставила вот такой вот стаканчик с водой. Так, слегка, чтобы он прикасался к воде. Посмотрим, как он будет выпускать нам корни. Итак, сегодня 10 июня. Воду буду менять 2-3 раза в неделю. И буду записывать, как только начнут выходить корни. Говорят, что это происходит очень быстро. Не так, как с авокадо. Продолжим. 10 числа мы попытались размножить вот этот вот ананасик. Честно говоря, я хотела размножить еще один большой. Но у него оказалась гнилая макушка и не получилось. Но в принципе, вернее принцип один и тот же. Можно было срезать, но я выкрутила. Посмотрите, сегодня 15-е. Прошло всего 5 дней. Ананасик в воде выпустил вот такую вот корневую систему. Подождем еще немножко, когда она подрастет. И будем ее сажать. Очень быстро принимается. Здравствуйте. Сегодня 25 июня. Я все время здороваюсь, потому что это видео делается не один день. Прошло 2 недели. И вот наш ананас готов к посадке. Очень-очень быстро выросли корни. Это относится и к обыкновенному ананасу, и к вот этому декоративному. Таким же способом можно размножить, как мы уже говорили, любой ананас. Я возьму вот такой вот горшок, потому что здесь ему жить 2 года. Он довольно широкий. И на дно я положила пенопласт для лучшего дренажа. Заполню вот этим вот грунтом. Если я уже вижу, там бегают животные, потому что перед отъездом я его намочила и поставила на балкон. Но я пролью этот грунт, ничего страшного не будет. Как я уже сказала, я пролью... Корни я расправлю. Я пролью препаратом, содержащим хлорперифоз. Хотя и тут нет никакой живности, которая была бы опасна для ананаса. Чисто из эстетических соображений. Ну, сейчас я его просто посажу. Если вы обратите внимание, здесь вышли новенькие листики. Вот их. 2. И там в серединке собирается что-то. Что значит, что растение прижилось и принялось в рост. Как и все бромели, ананас не любит очень большую влажность в грунте. Между поливами грунт должен просыхать. У меня, так как он будет стоять на солнце, будет просыхать довольно быстро. Сейчас, из-за того, что мы только перенесли его из воды в грунт, ну, где-то первое время немного влажности в грунте должна быть. Но постепенно мы должны свести ее к нормальным условиям. То есть, грунт между поливами полностью просыхает. Спасибо. Ну, вот и все. Теперь мне осталось немножко обмыть горшочек, чтобы не был так сильно весь в земле. Грунт этот, кокосовая, вот эта мелкая очень кокосовая стружка. Он очень влагоемкий, но сейчас он будет стоять у меня на полном солнышке. И будет быстро просыхать. Ананас, несмотря на то, что он бромелия, очень любит солнышко. То его маму я держу на самом ярком солнце, и она прекрасно себя чувствует. Маму я тоже буду скоро пересаживать. Вот такое вот размножение ананаса в домашних условиях. Спасибо за внимание. Как только ананас подрастет или даст деток, я обязательно вам покажу. Если видео было полезным, ставьте лайки. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. До свидания. До свидания.